Друзья, всем привет! С вами канал Китайфак. Как и обещал ранее, сегодня будем проводить настройку лазерного уровня Firecore F190R. Как вы помните из прошлого видео по его проверке, выяснилось, что горизонт врет где-то на 5 миллиметров на расстоянии 6 метров от стены. Если кто не смотрел это видео по проверке, можете посмотреть его, перейдя по ссылке в верхнем правом углу. То есть спереди линия у нас лежала в точке, если повернуть было прибор на 180 градусов, то линия лежала выше точки миллиметров на 5. Из боков линия также лежала выше точки, только уже поменьше и с одного бока она была чуть-чуть повыше, чем с другого. Если приставить и взять листок, то плоскость примерно лежала вот таким образом, была наклонена вперед и чуть-чуть в бок. Наклон в бок сказывался еще также на вертикали, которая имела небольшое отклонение. Сегодня мы все это исправим. Так, для начала давайте разберем прибор. Разбирается он довольно просто, здесь надо выкрутить всего четыре болта. Для разборки использую отвертки из набора WORK PRO. Очень хороший набор для дома, если кому интересно, также можете посмотреть на него обзор, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Вот в принципе я раскрутил прибор и аккуратненько его раскладываем на две половинки. Вот у нас досталась крышка батарейного отсека и снимаем ту часть, на которой нет никаких проводов и соответственно тумблера включения, который находится с этой стороны. Вот таким образом мы разложили прибор. Здесь у нас часть совершенно пустая, она свободно открепляется. Так, друзья, но ситуация такая. Винты, которые могут сказываться на перемещении маятника, тут в принципе их не так много. Это вот один маленький шестигранчик, здесь на таком грузе. Вот этот шестигранчик отвечает за поперечное смещение, вот им будем потом выводить боковой крен. Это все тонкая настройка, они довольно большого смещения не дают, но нам в принципе большое смещение и не требуется. Попробуем вывести ими. И вот здесь есть такой еще болтик тоже с шайбочкой. Посмотрим, его либо вообще придется выкрутить, либо перекрутить в другую сторону, потому что плоскость стоит у нас вот так вот и нам надо ее выкрутить в такое положение. А так как у этого винта хода вперед уже нету, нам надо его как бы вкрутить вперед, чтобы он здесь выдавливал и поднимал плоскость. Поэтому придется его либо выкрутить вообще, если это не даст должного результата, то тогда мы можем его перекрутить сюда для смещения центра тяжести. Ну будем использовать вот этот болт, этот болт и вот этот болт. Так, ну давайте попробуем, посмотрим что получится. Начнем со смещения вот этого болта. Сейчас мы его выкрутим и посмотрим насколько он выпрет плоскость вперед. Для этого нам понадобится маленький шестигранничек. Опять же в наборе ворпро он есть. Да, друзья, вот здесь идут маленькие волосочки, если вам видно, с ними надо быть крайне аккуратными. Если порвете, то придется паять еще. Так, я думаю, что мы будем выкручивать его до предела. Вот я его, в принципе, вообще выкрутил, давайте посмотрим, как это сказалось на горизонте. Предлагаю этот болтик вкрутить во внутрь практически полностью. У меня здесь еще есть такие отверточки с звездочкой. Иногда ими, конечно, делать быстрее и удобнее. Так, ну туда она уже не пролезает, поэтому только шестигранником получится. Так, друзья, ну вот я до конца закрутил этот болт. Давайте посмотрим, что изменилось. В общем, друзья, после нескольких манипуляций мне пришлось отсюда выкрутить этот маленький шестигранник и переставить его сюда. А с этой стороны, на этом болту, я снял эту маленькую шайбочку. Давайте сейчас соберем и посмотрим, как изменилась плоскость. Сейчас будем смотреть плоскость спереди и сзади. Высоту прибора я не менял после проверки и у меня есть старая точка. Давайте посмотрим. Так, ну вот относительно старой точки спереди плоскость немножко поднялась. Давайте можно сделать вторую отметку. Давайте посмотрим теперь заднюю часть. Для этого повернем прибор на 180 градусов и посмотрим, как проходит плоскость. Так, ну вот, друзья, видно, что плоскость лежит абсолютно в этой точке. Этот наклон мы устранили. Теперь давайте посмотрим боковые стороны, что с ними произошло. Сначала один бок посмотрим. Вот линия лежит практически в точке, но чуть-чуть смещена. В принципе, допустим их норму. И посмотрим второй бок. Вот линия идет чуть повыше точки, то есть есть минимальный боковой крен. Давайте его сейчас уберем. Так, со стороны тумблера у нас плоскость была чуть пониже, то есть нам надо ее поднять в эту сторону. Так, то есть этот винтик, вот этот маленький, сбоку мы будем немножко выкручивать, чтоб он смещал центр тяжести и давил в ту сторону больше. Так как смещение маленькое очень, то и выкручивать будем совсем немножко. Ну думаю, так будет достаточно. Давайте снова соберем и посмотрим. Так, друзья, давайте посмотрим еще раз по всем сторонам. Значит плоскость спереди, вот лежит у нас в точке. Так, поворачиваем прибор на 90 градусов, смотрим вторую сторону. Так, линия лежит в точке. Снова поворачиваем 90 градусов, эта плоскость как бы с задней стороны. Линия лежит в точке и последнюю четвертую сторону смотрим. Линия у нас также лежит в точке. Отлично! Вот таким образом, друзья, мы настроили горизонт, на 6 метрах погрешности практически нет. Так, ну как помните, у нас еще была сбита немножко вертикаль, она должна была установиться после данной настройки. Давайте снова проверим. Так, друзья, ну даже сейчас я уже вижу, что вертикали стали абсолютно параллельны друг другу. Давайте их сведем еще вместе. Ну вот не знаю, как вам видно, но плоскости просто идеально ложатся друг в друга, один в один. Да, друзья, есть такой один немаловажный момент, после настройки снова разбираем прибор перед окончательной сборкой и промазываем все винты, которые мы крутили. Ну в принципе можно и те, которые не трогали, промазать допустим лаком, но я использую лак. Обычный лак, прозрачный. Делать это рекомендую обязательно, потому что все равно на стройках везде есть различные вибрации при транспортировке и большой шанс, да практически стопроцентный, что винты у вас могут сбиться, либо выкрутиться, либо вкрутиться наоборот, то есть настройка может сбиться легко. Просто берем немного лака и наносим на винт. Даже если что-то случится, то всегда можно будет раскрутить, но при вибрации он уже так не раскрутится просто. Вот в принципе и все, вся настройка. Сейчас можно прибор полностью собрать и он готов к работе. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на звоночек, чтобы не пропустить новые видео. Всем добра, пока-пока!